Сейчас я хочу спросить у вас, как вы думаете, какие профессии появятся в будущем, связанные с космонавтикой? Демо-экзамен проходит второй год. Непосредственно уже в этом году в связи с разработкой регламента Центром Качественного Менеджмента и с учебно-методическим департаментом на основании регламента мы четко проводим данный экзамен. То есть появились определенные критерии, показатели для оценки профессиональной компетенции наших студентов. Также мы апробируем новые педагогические ситуации, которые разыгрывают волонтеры во время проведения занятия аттестуемым. В критерии оценки входит, получается, педагогическая, методическая, коммуникативная грамотность, психологическая грамотность. В составе комиссии у нас входят три человека. Это, получается, преподаватель, у которого имеется данная нагрузка по экзамену, также преподаватель с кафедры общей педагогической психологии и эксперт из другого вуза и непосредственно наши работодатели. Подготовка студентов начинается непосредственно с первого курса. На практических лабораторных занятиях мы учим их проектировать внеурочные мероприятия, классные часы, непосредственно все новые проекты, которые реализуются в сфере школьного образования. Педагогические ситуации. В общем, мы подобрали волонтеров по профилю аттестуемых студентов. Это первые и вторые курсы, то есть чтобы они видели, что их ждет через два года. И каждый волонтер разыгрывает одну педагогическую ситуацию для определенного студента, который проходит аттестацию в рамках демоэкзамена. Об этой ситуации студент, конечно же, не знает, то есть это будет внезапная такая ситуация, и студент должен будет решить его быстро, четко и профессионально. Мы проводили урок 15-минутный, а именно классный час это был. Сидели ребята в качестве учеников, мы были учителями, и ребята разыгрывали педситуацию. То есть какую-то проблемную ситуацию создавали, а мы как учитель должны были ее решить. Мой классный час был на тему дружба, кодекс чести школьников. Когда девочка встала и сказала, что ей эта тема неинтересна, и то есть начала отвлекать других своих одноклассников, и мне нужно было решить эту проблему. Нас учителя предупредили о формате экзамена, мы готовились, составляли грамотно, пытались составить свои классные часы, распределить время, потому что был установлен тайминг, это важно. Ну и педситуации, да, пытались представить, что может нам попасться, и подготовить какие-нибудь ответы. Продолжение следует...